Возникновение христианства на Руси 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 В миссионерских целях они изобретают азбуку Не просто чтобы только культурно просветить Славянские народы Но чтобы донести Евангелие Андрей Вопросы у Андрея, говорит, был Да, вот интересная версия Ты скажешь, хорошо, да? Борис и Глеб были христианами Князья Да, князья Бориса Глеб Киевский Вот вы упомянули апостол Андрея Есть такое мнение и у историков И у неисториков Что первым проповедником Евангелия Был один из апостолов Андрей Как его еще зовут? Первозванным Есть Был орден Андрея Первозванного Петр Первый в очереди Андреевский христиан Да, есть Андреевский флаг На морском флоте Есть Андреевская церковь в Киеве Итальянец Расстреля, по-моему, проектировал На холме она стоит Такая воздушная, легкая Светло-голубая, как небо Небесного Цвета Очень много вот таких Знаков, связанных с именем апостола Андрея Но У историков Нет полного согласия Нет единого мнения По поводу того, что Андрей действительно был На территории древней русской земли Кто-то признает, кто-то не признает Кто-то считает это преданием Кто-то признает, что это все-таки исторический факт До сих пор в лагере ученых нет Да, нет единого мнения по этому поводу Ну, все-таки вот те истории, которые считают, что был Или мог быть Андрей На территории древней русской земли А они Очень мало Очень мало Очень мало сведений Исторического характера Вот почему здесь возникают сомнения Самое Древнее упоминание О походе Андрея На территории древней Руси Содержится У историка Ева Севия Был такой Историк, живший в четвертом веке Ну, обычно в книгах Две его фамилии упоминают Если можно назвать эту фамилию В одних источниках он обозначен Как Евсевий Памфил А в других источниках Его называют Кесарийский По месту жительства По месту рождения Что жил он в четвертом веке Написал Историю церкви Его труд Исторически вот с таким названием История церкви Историю первых веков христианства Ставил своей целью изложить Вот у него есть такое упоминание об Андрея Вскоре По Пятидесятнице Ученики Рассеялись для проповеди Евангелия А апостол Андрей Получил В жребии себе Скифию А апостол Андрей Получил в жребии себе Скифию В жребии Это значит В поручении такое Днися от Бога Судьба его такая Он должен быть посланником Христа Преповедником Евангелия В скифских землях А скифия Занимала тогда Пространство Между Рекой Дунаем И Доном Северной Причерноборье Черноморское Побережье Крыма Входило как раз Скифские земли Азов Вот где Азовское море Таганрог Крым Побережье Крыма Это все были земли Скифии А Краснодарский край нет? Туда входили Ну, частично Частично Адля Территория Да, да Эта территория тоже Входила Скифские земли Это четвертый век Но У ученых Есть такое мнение Что Евсевий Пользовался Более ранними Источниками Более ранними Упоминаниями Об Андрееве Что был такой богослов Вы наверное О нем знаете Ориген 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 Жил раньше Евсевия Второй Третий век Евсевий Ссылался Указывал Оригена А ученые В процессе исследований Уловили вот этот момент Что Вот вероятно Евсевий Воспользовался Да Источником Из оригеновых Трудов Евсевий Повторил в данном Случае Оригена Свидетельство Оригена Об Андрее Это вот Самое раннее Упоминание Есть подробное Описание Миссионерского Похода Андрея В район реки Днепр Потом вот Того места Где Киев потом Возник Но Это описание Содержится У нашего Историка У Нестора Летописца Монах Киево-Печорской Лавры Нестор Тире Летописец Его Иногда называют Отцом Русской истории Монах По всей вероятности Он был Ну как бы Руководителем Команды Летописца Это Одиннадцатый Век Одиннадцатый Век Это уже Поздний Период Четвертый Век Самый ранний Одиннадцатый Век Нестор Летописца Главное его Произведение В школах изучают В учебных заведениях Как называется Произведение Нестор Летописца А Пок Слово К Поку и Криве Автор Неизвестен Ну да Неизвестен Да Работа Нестора Повесть Временных Лет Сейчас в школе ее изучают Да 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 Ну может быть Да В наши времена Я вот не помню что Ну немножко Наверное напоминали Просто скорость Так Кратко Сейчас может быть Подробнее Повесть Временных лет Значит там Нестор описывает Как Андрей Со своими Сработниками С помощниками Проповедует Евангелие Евангелие Древним Древним Славянам Полянам Вятичим Бревелянам Это были поселения на берегах Днепра Значит Постепенно Он Движется Вдоль реки Днепр Доходит До того места Где потом Город Иев Возник Вот По Рассказу Нестора Когда дошел Он до этого места Упал На колени Его Сотрудники Тоже Стали на колени И Андрей Произнес Такую Пророческую Молитву Пророческое Слово Значит Видите ли горы сию На сих горах Воссияет Благодать Божия Будет Град Великий И Бог Воздвигнет Множество Церквей На сих горах Воссияет Благодать Божия Будет Град Великий Бог Воздвигнет Множество Церквей Что это у Нестора? Нестор Рассказывает Как Первую христианскую общину Создал Андрей В городе Херсонесе Херсонес это не Херсон Это город Под Севастополем Неподалеку от Севастополя Херсонес Севастополем По летописи Нестора Андрей Якобы там первую христианскую общину Открыл Организовал Затем Затем стал Продвигаться Под Днепр В сторону Киева Это в общем-то Вот то что Мы имеем Из таких вот Исторических Исторических Летописей Довольно-таки Скудные сведения И тем более В более Поздний Слишком поздний Период Одиннадцатый век Есть некоторые такие Косвенные данные Данные Не связанные с именем Апостола Андрея Но Говорящие о том Что Между Крымом И Римом Были Торговые сношения В первые Века Нашей Археологи Находят монеты Римские монеты Мога бережит Крыма Крыма с изображением Римских цезарей Вот из той эпохи Второй век Конец Конец первого века Римские монеты В земле Это значит Был какой-то Вот торговый путь Были какие-то Торговые связи Да, вот еще Есть факт такой Исторический Тоже не связанный С Андреем А с другим человеком Но его Некоторые историки Считают преемником Андрея Он оказался в Крыму В девяносто девятом году Нашей эры Это Климент Римский Климент Римский Он был сослан туда Сослан за веру Императором Трояном Императором Трояном Сейчас это Здравница Место отдыха Вот тогда был Место ссылки Еще раз Город-то неизвестен А в Крым Да, в Крым То есть Как предполагают Это вот как раз Тот Климент О котором Упоминает апостол Павел В послании к филиппийцам В послании к филиппийцам В четвертой главе Там где он говорит О женщинах О Еводе и Симтихии Между ними Какой-то конфликт Произошел Павел говорит Вот Напоминаю тебе Там Говорю тебе о Еводе О Симтихии И о Клименте Имена там Их и прочих Книги жизни Записаны Положительно Вот этот Тот Климент Да Был создан Трояном В девяносто девятом году Нашей веры Крым И там Он проповедовал Там было много Обращенных И историк Один из древних Тоже он жил в четвертом веке Звали его по-другому У него есть Рассказ о Клименте И о его проповеди Он фразу такую В своих аналогах пишет Холода скифии Пылают жару веры Климент Совершал там Якобы массовые крещения Прямо в черном море Где-то человек по пятьсот крестил Один день И тогда вот Родилась такая фраза У древних историков Так Холода скифии Пылают Шаром веры Образовательный ресурс Видеосеминарий ТВС Это ваши пожертвования Мудро вложенные В христианское образование Поддержите наш проект Молитвой и финансами Информацию о чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти На сайте ТВСеминари ТОЧКА Ну вот что касается Посещал ли Андрей русские земли или нет Здесь версии, предания, нет единого мнения Но есть уже устоявшиеся мнения по поводу того Что христианство на территории Древней Руси Заявило о себе уже на таком историческом уровне Где-то в третьем веке По поводу третьего века есть уже конкретный исторический документ Говорящий о том, что христианские общины уже были в это время То есть какие документы На какие документы обычно опираются В подтверждении данной точки зрения На решение первого Вселенского Собора 325 год 4 век Первый Вселенский Собор Как раз вот там Арианская ересь нас смотрелась на Соборе Была она осуждена Под решениями Собора ставили подписи Делегаты И вот среди подписей Участник этого съезда Есть служители церкви из Крыма Они оставили свои подписи Конкретный документ Да, это вот конкретный документ Постановление первого Вселенского Собора И подписи Все эти подписи Детельствуют о том, что там были Служители церкви из Керчи То есть Керчи Из Херсонеса И был самый главный представитель Его звали вот так Готфилл Митрополит Готфилл Он возглавлял всю так называемую Крымскую гипископию Не крымскую, а таврическую Так она раньше называлась Таврическую Довольно значительная часть крымского побережья Его подпись там тоже есть Вот это уже достоверное историческое свидетельство Тут, как говорится, против актов не попрешь Ну а Андрей Об Андрея много преданий, много легенд В более позднее время складывалось Надо, конечно, отметить вот такой факт Не всегда к преданиям и к легендам можно относиться так скептически Почему? Потому что легенда это не чистая вымысль А легенда это попытка создать духовный облик какой-то личности Духовный образ Так что в широком смысле легенда это вторая действительность Но с вами разная такая действительность Специфическая Коли у апостолов было такое задание после 50-ти Идти по разным направлениям Андрей там получил в жребии себе скифию Такое видение Такое поручение Отборное Если смотреть шире У Андрея в сердце своем Как бы носил скифские земли И будущий Киев И так далее Потому что он к этому стремился Так же как девиз у Джона Весли Весь мир мой приход А у каждого апостола было свое направление, своя директива Там Фала пошел в Индию В Египет В Армению и так далее Андрей в скифские земли В его сердце В перспективе Были вот такие стремления Томления, чаяния, желания Быть там, проповедовать там И потому вот часть легенд Который связан с его именем Они как раз вот эту, как говорится Эту идею, это стремление Пытались зафиксировать К тому Андрей стал Своебразным Духовным покровителем Земли Русской, да, России Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok